Всем привет, это работает, работает. Здравия всем, спасибо всем, что вы пришли. Я сам Петр Никитин, один из основателей русских демократских дружб, один из дружб, который говорит сербский. Всем привет, поднимите руки, кто меня лично знает. Кто меня не знает, меня зовут Петр Никитин, я один из основателей российского демократического общества в Сербии, и пока я единственный там, кто знает сербский. Кто здесь не знает сербский? Достаточно много людей. Кто здесь не знает русский? Ковды на говори русский? Не знаю русский на разуме. Окей. Дакле притчу чему на русском он. Ништо шалимся. А кто здесь знает русский и сербский? Есть кто-то, кто хотел бы нам помочь и поработать переводчиком немножко, чтобы я сам себя не переводил. На какое удобнее? С русского на сербский удобнее. Хорошо, тогда я буду говорить на русском, а вы переводите на сербский. Спасибо вам большое. Проходите, нам нужен будет микрофон. Я сам Райко Божиць. Меня зовут Райко Божиць из Нового Сада. Ну я тоже член группы, которую Петр создал, Русские, Белорусские, Украинцы, Сербии против войны. Я сам Райко Божиць, Белорусские, Украинцы и Сербии против войны против войны против войны у Украины и Сербии. То есть, вероятно, најгласнији глас против войны против войны у Украины и Сербии. Райко је волонтировал да преводи, тако да ћу я говорити на русском, вместо да преводим сам себе. Райко Божиць, да ћу да кажем да је ово одлићан пример како ми функционишем. Значи, како ми хоћемо да функционишемо сада, пре тога у групи Руси, Украинцы, Белоруси и Сербии заједно против врата, из који сам я и зашу из више разлога, а сада у русском демократском друштву. Значи, то је волонтерство, то је просто, да се нико јавео, да се нико не јавео да преводи, я бих преводио сам себе. Али хвалати Райко, што је устај и пружују свою помочј нам. Значи, то је баш то, што је лепо видити. Вот это вот то, што Райко вызвался преводити, как раз пример того, как мы хотим работать. И как вот такие люди нам нужны, которые просто встают и предлагают помощь, когда их просят. Если бы он не вызвался работать переводчиком, я бы переводил себя сам. Но мы ему очень благодарны. Значит, я буду говорить по-русски, а Райко будет переводить. Вы, перед началом этого выступления, я включил песню «Поезд в огне». Это песня, которую мы обычно включаем перед нашими антивоенными митингами в Белграде. То је песня коју ми увек пуштамо пред наших антивоенних митинга в Белграду. Ни ја ни кто из наших участников не являются профессиональными политиками, публичноими выступај, публичноими людьми, активистами. Ни ја, нити било кое од наших чланова, наших участников, је профессиональни политичари или се профессионально на некий начин бави јавним наступима. И на самом деле выступать перед публикой даже сравнительно небольшим залом это довольно стрессовое вещь. И наступи перед публиком, чак и у манјим залама, су за нас стрессные догађаи. Ну вот и ја принимаю допинг обычно в виде песни «Поезд в огне», она меня настраивает на революционный лад. Надеюсь, что вам эта песня тоже нравится. Али од ове песме добијам революционный жар и надам се да се добијам некий импульс и надам се да се она и вам одопада. В песне појется о том, о чем другими словами сказал когда-то Герцен. Песма говори о том, о нечем, о чему је другим речима Герцен своевременно рекал нешто. Герцен – российский философ и политический деятель 19 века. Герцен – русский философ и политички радник деятнеста говека. Герцен – правительство расположилось в России как оккупационная армия. Герцен – власть Руси се поставила как оккупаторска войска. Герцен – власть не является частью общества, мы је не ощущаем частью себя. Герцен – власть не показује како део друштва и ми њю не осићамо како део себе. Герцен – ми њю не осићамо својом. Герцен – власть и общество находятся в состоянии войны. Герцен – для власти это война карательная, а для общества партизанская. Герцен – власть и общество находятся на различных странах, находятся в ратах. Герцен – тји рат је за власть казнени, а за общество партизанское. Герцен – сейчас очень много слышно голосов о том, что расистская, российская власть и российское общество – это одно и то же. Что Путин – это Россия, что Россия напала на Украину, начала войну, и это война, за которую отвечают все россияне, и в которой якобы поддерживают, в которой участвуют все россияне. Герцен – сегодня много гласных гласов, који говорят да Русија и Путин су једно, да Русија је започела агресивни рат против Украјине и да су за то одговорни сви Руси, који на некий начин поддержаваю Путинову власть. Герцен – между тем, я с начала войны познакомился с, может быть, сотнями людей из России. Герцен – али, от почетка рата, я сам се упознао со стотинама люди из Русија. Герцен – и не встретил среди них ни одного, кто это бы поддерживал или одобрял. Герцен – и не встретил ни одного или ни одного који то поддержавају и одобрявају, тј рат. Герцен – больше того среди нас есть много людей које откритым образом или частным образом противодействујат войне. Герцен – на против, међу нам ја много људи који отворено и поштено се сопротстављају том рату и организовано делују против нега. Герцен – некоје те делают открита, вот как это пытаюсь делать я, само начало войны, има и соратники. Герцен – некоје то раде отворено, како што покушавам да радим я и моји соратники от почетка рата. Герцен – а други это не офишируют. Герцен – а други то раде скривено, други… Герцен – а други то не оглашавају, али на некий начин се противе томе, раде против тога. Герцен – зато јако важно имати на уму своје време, да Путин не Русије, герцен – зато јако важно имати на уму своје време, да Путин не Русије, да Руска власт и Руски народ су две одвојне ствари, да је Русије врло велико комплексно друштво. Герцен – у Росије много лиц. Герцен – Русије има много лица, много страна. Герцен – ест лицо захватническое, имперское, грабительское. Герцен – империјално, освајачко, изазивачко лице. Герцен – но ест и лицо свободной Росије, человечной, гуманной и достойной. Герцен – али постоја и лице свободне Русије, людске, хуманне Русије. Герцен – и этим лицом Русије сейчас обернулась к нам здесь, в Сербии. Герцен – и тим лицом се Русија овде окренула нам сада до Сербии. Герцен – Русије демократическое общество основано для того, чтобы все увидели это лицо, как россияне, так и серби и другие люди, которые здесь живут. Герцен – Русије демократски пократ е основан да би сви видели то лице, како Руси, у Русије и у избеглиштву, тако и люди овде у Сербии. Герцен – мы хотим стать голосом свободных, достойных Росијан здесь, в Сербии. Герцен – наше общество является антифашистским, то есть мы противостоим любой дискриминације на национальной основе. Герцен – наше общество является антифашистским, то есть мы сопротивляем любой дискриминације на национальной основе. Герцен – а также любые идеологи, которые превозносят интересы государства над интересом человеку. Герцен – а также и свакој, такође се противимо свако идеологи која предпоставља интересе државе, интересу поединца. Герцен – естественно, мы… Герцен – а также являемся частью антивојного движения. Герцен – ми смо дел антиратног покрита. Герцен – и надејемся занять достойное место среди более 200 российских антивојных организациј, Герцен – а в разных, которые сейчас действуют в разных европейских странах. Герцен – и надејемся да ћемо изузети достойное место между неких двестотинах русских антивојных организација, Герцен – које тренировно делују различитим европским земљам. Герцен – эти организации каждај по својему помагајут Украјине и Украјинцам, как в своих странах, так и в самој Украјине. Герцен – и объединяјут свободных русских людей и предлагают им чувство плеча и чувство, что они не одиноки, не так одиноки как их пытаются выставить. Герцен – и окупљају свободные русские люди и даю им осеће заједнице и даю им осеће да не су сами, и сами остављени такими как им их представљају. Герцен – что бы преуспећ в эти задачи нам нужна ваша помощь. Герцен – что бы смо что пред достигли те задачи нам е потребна ваша помощь. Герцен – ваша поддержка. Герцен – первым, нашим большим проектом будет антивоенное шествие, которое пройдет в Белграде 24 декабря. Герцен – это, мы считаем это очень важным проектом, потому что в Сербии действительно, сейчас очень много россиян, антивоенных россиян. Герцен – и очень важно, что бы эти люди показали здесь свое лицо, показали кто они, показали сколько их, и показали что они представляют собой солидарное движение. Герцен – это важно как жест солидарности украинцам. Герцен – это важно как жест солидарности украинцам. Герцен – это важно и для нас самих россиян, которые находятся сейчас в Сербии. Герцен – если мы не объединимы и не выступим вместе, то нам придется здесь очень тяжело. Герцен – поэтому приглашаю всех вас на протестное шествие в следующую суботу и, пожалуйста, распространяйте информацию о нем. Герцен – у входа вы найдете листовки. Герцен – на улазу будете найти флайеры за шествие. Герцен – у нас в наших планах очень серьезные. Герцен – мы хотим, например, организовать так называемый «coil living», то есть место, где люди нуждающиеся в жилье могут найти временную или постоянную крышу над головой. Герцен – у нас еще и другие планы, очень серьезные планы. Герцен – мы хотим, например, сделать «co-living» простор. Герцен – это место, где люди, которые нужны, могут найти временную или постоянную крышу над головой. Герцен – место для живых. Герцен – речь идет как о людях приезжающих из России, так и о бежанцах из Украины или Беларуси. Герцен – говорим не только о людях, которые приходят из России, но и о избеглицах из Украины и Беларуси. Герцен – мы хотим также представить интересы нашей диаспоры перед серпской властью, если нужно, то и в судах. Герцен – мы также хотим представить интересы нашей диаспоры перед серпским властью и, если нужно, то и в судах. Герцен – мы собираемся путем публичности и судебных исков бороться с распространением дезинформации и пропаганды в Сербии. Герцен – мы хотим защищать права тех, у кого могут быть здесь проблемы в области иммиграции и в любой другой области. Герцен – мы хотим, чтобы люди обращались к нам и мы могли либо сами представить их интересы, либо направить их куда-то. Герцен – мы хотим также помочь у решения проблем иммиграната и других проблем, которые люди, которые пришли из Руси, могли бы им помочь им. Герцен – мы хотим так, чтобы они им помочь, или что мы их обучили на отговаривающие адресы, где могут добить помощь, ко мне нужно. Герцен – и что бы у нас сейчас получилось, нам тоже нужна ваша помощь и поддержка. Герцен – и ваше, ваших друзей, знакомых и всех свободных россиян и симпатизирующих нам Сербов. Герцен – антивоенные, демократические, вообще демократические движения очень подвержены расколу. Герцен – антивоенные и демократические покрытия склон расколема. Герцен – люди ссорятся и ругаются из-за частности и забывают про основные начала, на которых они хотели объединиться. Герцен – что-то подобное произошло с движением России, Украинцев, Беларуси и Сербов против войны, Герцен – а сейчас практически разделилось. Герцен – что-то подобное произошло с покрытом, который мы говорили на начале, Герцен – «Руси, Украинцы, Беларуси и Сербии против рата», Герцен – что вы можете познать как фейсбук группу, Герцен – что на начале рата было очень успешно, а сейчас, поцепило. Герцен – поэтому мы объединяем людей самых разных взглядов. Герцен – среди нас есть либералы и левые. Герцен – между нами и либералы и леви. Герцен – сторонники Навального и сторонники Каца. Герцен – даже есть у нас члены партии «Яблоко». Герцен – чак имамо некого из партии «Яблоко». Герцен – есть люди, для которых очень значим вопрос Косово и сохранение Косово в составе Сербии. Герцен – есть те, для которых этот вопрос не так важен и релевантен. А има и оних за кое та опитание не так важна и релевантна. Но мы договорились не ругаться по всем этим вопросам, потому что нас объединяют основные ценности. Но мы договорились и не свадьем по всем этим вопросам, потому что нас окружают другие основные вредности. Мы все хотим жить в стране, где власть меняется на честных выборах. Мы все хотим жить в земле, на которой власть меняется на почтенными изборами, почтенными и свободными изборами. Где действует независимый суд. Где функционирует независимое судство. И где вопросы войны и мира не решаются исходя из фантазии одного человека. И где на этих началах мы объединяемся и сотрудничаем и призываем вас поддержать нас, присоединится к нам. И на тим начелима на тим начелима. А сейчас мы ответим на ваши вопросы. А сейчас мы ответим на ваши вопросы ако их има. Вопросы есть? Задавайте, пожалуйста. Задавайте, пожалуйста. скажем так мы были свидетели у всех конфликтов и хороших событий в общей жизни. Это нормально. И конфликтуруется в виде мегранского обсуждения. Просто хотелось бы узнать ваше отношение сейчас к тому, что произошло причиной этих конфликтов. Я всегда считаю, что открытое обсуждение обсуждение обсуждения 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 о том, что о том, что о каком конкретно конфликте речь? В том, что в том движении в группе «орокс» да. В первую очередь я хотел бы представить наших товарищей или товарок, как принято, наверное, говорить о феминистах, это Аня и Диана, и с нами по связи должна быть Кристина. Кристина, ты нас слышишь? Наверное, Кристина отошла на минутку. Если Кристина нас услышит, то, Кристина, скажи что-нибудь, чтобы узнать, что ты с нами. На самом деле я хотел передать слово им, но на эти вопросы, наверное, просто это как раз вопрос именно для меня, придется мне отдаваться. Да, значит, извините, заборавил сам да приведем на српский. А вопрос, как мы право организовали, а другая вопрос, что-то было около сукоба, кое-то произошло в предыдущем покрытии, и да испричам мало више о себе. Кристина, ты нас слышишь? Да, да, я слышу. Мы тебя видим в таком маленьком, ты нас не видишь, а мы тебя видим в таком маленьком окошечке. Ну, вообще, да, я так думал, что такая будет большая Кристина, а мы такие все. Ну, а тебя, то есть, наверное, тут Диана, Аня и я, мы тебя видим, мы стоим на… А, вот, теперь ты большая, теперь тебя все видят. Вот. Так, Леовы, Кристина. Да, да, значит, ова два питања око тог сукоба и да малу испричам о себе, јер услед тог сукоба у мене има досто сплеткаранње на социальним мрежама, да сам я, с једне стране, значит, с једне стране сам я, ЛГБТ активиста, кога плаћа, да, я сам НАТО активиста, кога плаћа ЛГБТ организација или ЛГБТ активиста, кога плаћа НАТО, нисам више сигуран, а са друге стране сам я, ФСБ кадар. Значит, не знам, пошто и далје ја прићам, можда опет да замолим Рајка да ми помогне, јер да не преводим сам себе, да опет пређем на руски. Извини, што ты цимам. Просто да говори девойка, я бих могу да преводим, а не могу да преводим сам себе, то просто не шляк обарку д мене. Значит, ну, наверное, сначала расскажу вкратце о себе. Я, на самом деле, у меня биография очень отличная от большинства других в русской диаспоре здесь. Мало ћу сад речи нешто о себе. Моја прића се досто разликуе од прића вићине русской диаспора и овде. Я родился в Москве, но уехал оттуда ещё в начале 90-х годов, кога мне было 12 лет. Я сам се родил в Москве, али сам отишал одатле још почетком 90-х, кога ми било 12 година. Тагда ја переехал в Нидерланды, где ја закончил средню школу университет и стал юристом. Я работал адвокатом в международных юридических фирмах во Франциј и в Англии. А здесь я оказался по семейным обстојателствам. Моја бивша жена отсюда. А овде сам се нашал из порадићних разлога. Моја бивша жена ја одавде. Впервые ја приехал в Сербију аж в 2002 году. Први путь сам дошал в Сербију 2002 година. А в 2016 году ми с ней приехали сюда постоянно и живем в Белграде. А в 2016 году ми се преселили за Стално и от тада живем в Белграде. В начале 2021 года арестовали Алексея Навальнова. И в наших фейсбук групах пошли разговоры о том, што надо б выходить протестовати. И у нашим фейсбук групама почело се говорити о томе, предпослејам фейсбук групам русске диаспоре у Сербији, да? Да, треба и заћи протестовати. Поддержати протесте в Росији, поддержати протесте в других градах Европы и света. Поддержати протесте в Русији које су тада дешавали и у другим градовим Европы и света које су тако дешавали. Но при этом както никто не хотел брати на себе организацију. Али некако нико не е хотел на себе да превозме организацију. Вероятно, многи просто беспокоились, потому что у большинства Росијан здесь нету, в отличие от меня, гражданства Нидерландов, кроме росијского. Вероятно, су се многи бојали, зато што већина Руса овде нема, например, држављанства Холандије, као ја, које је на некий начин заштита. И многих людей не было здесь постоянно видено жительство. И многих овде немају трайну дозволу боравка. И тако како што Райко сада устај и предложил да нам помогне са преводом. Я предложил людям помочь с организацији протеста. Я сам предложил людьми допомогнам организацији протеста. Было у нас несколько акций в поддержку Навального в Белграде. И даже в новом саде, по-моему, были, или нет? За Навального выходили в новой саде. По-моему, разок. По-моему, че-то было. И тако да смо успели да организувамо неколико протеста у Белграду, и можда чак и в новом саду, нисам сигурен. Двадцать четвертого января, когда началась война, то есть двадцать четвертого февраля, когда началась война, понятно, вот все те, кто участвовал в этом небольшом движении, они, многие из них обратились ко мне с просьбой, давай, Петя, ты организовывал раньше какие-то митинги, давай, нам надо срочно выходить протестовать против войны, и мы можем молчать. Двадцать четвертого февраля, когда началась война, русская война на Украину, многие из тих людей кои су участвовали у протеста, поддержки Демократскою Руси и Навального 2021. Су ми се явили, тражаћи да урадимо нешто, рекли су, хайди, Петя, да организимо нешто, не можемо чутити, морамо некако да реагујам. Я сказал чуваки, почему я? Я сказал, зашто я? Давайте, можеш кто-то другое возьмете, а я просто преду с плакатом постоим. Можда неко други би то могао да организуе, а я ћу исто с плакатом таму изачи с вами протестовати. Ну, ты же это уже раньше делал, давай види нас. Да, между ними все говорили, ти си то веч ранее радио, ти си то веч ранее организовал, знаешь, хайди ти. Ну, вот, и я позвал всех прийти к украинскому посольству, несколько человек пришли к украинскому посольству со цветами. Я сам позвал сведо одемо до украинской амбасаде, некі люди си дошли со цвечем до амбасаде. С плакатом на котором было написано «вибачте», то есть простите нас на украинском. С банером на котором писало на украинском, извините. После чего мы выдвинулись в сторону российского посольства, чтобы протестовать уже там, а там мы объединились с украинскими протестующими, с белорусами и с сербскими антивоенными активистами. Было нас человек, может быть, сорок. Одатле смо се ми упутили к русской амбасади, где смо се уединили с украинцами, белорусами, кои су протестовали и с сербским ратним активистами, было нас и около 40. А потом оказалось, что на площади Республики тоже собралось около 50 человек. Затем се спостивило, да се на торгу Республики окупило около 50 люди у знак протеста против рата Украины. Вот, наши две группы объединились, и тогда я и еще несколько человек, мы основали вот эту группу в Фейсбуке «Росиане, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны». Наше две группы се уединили, и тогда смо направили ту Фейсбуке группу «Руси, украинцы, белорусы и сербы против рата Украины». Вот, и на первых парах эта группа, дальше я высказываю свое мнение, конечно, люди, которые в этой группе остаются, у них совершенно другой взгляд на вещи. И я щас сада речи, свое мишлене о дальнем развитии этой группы. Наравно люди, кои су остали там в группе, они имеют свое видение ствари. Поначалу эта группа очень хорошо функционировала, потому что действительно в первые месяцы войны антивоенные россияне, украинцы и белорусы выступали едином фронтом, и мы понимали, что мы союзники против общего врага. На почетку рата та группа отлично функционировала, яль су антиратни украинцы, руси, белорусы и сербы наступали на едином фронт, и некако мы ощущали, что мы все на самом деле. Против исток неприятеля, да не смо ми неприятели, нега имамо сви заедничког неприятеля. И мы организовали несколько довольно крупных для Белграда протестных митингов и шествий. И мы организовали несколько для Белграда достаточно больших, достаточно солидных протестов и шедневных. Ну а когда появились новости о зверствах российской армии в Киевской области и в других городах Украины после того, как она отступила оттуда? А после этого, ну, украинцам стало гораздо тяжелее с нами сотрудничать, просто в виду обстоятельств и совершенно по понятным причинам. Украинцам стало тяжело да с нами сарађу из разумљих разлога. В то же время у нас были разногласия по поводу организации, по поводу принятия решений. Такође у то время су се у наше групи појавило различита мићља о организации, о начинју доношљања одлука. И в результате я решил выйти из этого движения, ставить его другим учасникам этой группы. И как результат сега тога я решил да изађем из тој погрета и оставим его другим людима таму. Ну, мне не очень нравится к чему они привели эту группу. В частности, эти люди, вот недавно я видел, что люди, которые хорошо меня знают, с которыми с самого начала мы сотрудничали, пишут, что якобы я ФСБ агент. Мене се не допаде докле је сада стигла та група. Я видим да људи тамо који мене отлично знают, сада пишут да сам я сародник ФСБа. ФСБ је руска државна безбедност. Ну, в общем, да, но, в принципе, просто войно не всем удаётся сохранять адекватность, скажем так, военное время. Да, окей. Да, господин је питал чему је проблем с ФСБ агентима, а девочки су рекле ми не добьемо новаци ни од кога, ни од ФСБа, ни од ЛГБТа, ни од... Да, короче, если вам буду писать, что я чекист, ну, не верьте, я хороший. То есть, если как бы ист ко мне прибавлять, то, скорее всего, я навальнист. Да, вот мне ближе всего позиция команда Навальнова. Вот, но даже эта команда мне не платит. Тако дако вам кажу да сам я чекиста, чека је била политичка полиција Советска Русија. Не веруйте им, я сам Фин Момак. Ако некий ист треба мене придодати, я сам навальнист. Петра, можно сразу вопрос вам показать? Пожалуйста, я навальнист. Подожди, я ещё не ответил на вопрос Ивану. Ну, можно сказать... Бесконечного дискуссия. Скажем, что я не политбышник, я не на... Мы знаем, что ФСБ и команда Навального не участвуют во многих мероприятиях, Каково и участвуют во веществиção, Каково участвуют во веществостозна, настројна, интерфорна request, аккинисти, партии и т.д. —lifting и работни вeste. Да, штоТ,はい. Хотел бы я просто поставил вопрос к этому. Мы знаем, что Навальни и негов тим не участвуют в многих акциях ко мне у диаспора организуют различные антивоинные группы. И моје питање је кратко, покрет који сада ви овде представљате, да ли ће участвовати у тим таквим акцијама или не? У којим, рецимо, тим Навальни не участвуют? Хорошо, тогда я буду переводить. Ваня, я отвечу потом про юридическую сторону. Наше избор је да будемо отворени и јавни, 4. и 5. октобра је био конгрес антиратних инициатива у Берлину, конгрес русских диаспорских организација који се бави антиратним активностима, и ми смо у томе участвовали. То есть једна од наших активисткиња које је управо у Новом Саду, али није дошла је 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 сада ради, може да ће спојати на неформални део, оно послје, она је била у Берлину и участвовала у томе. Да, и као што, као што сам я рекао, Анја потврђуја, ми имамо разни људи овде, неки воле Наваљног, неки воле Кацца, оно не воле ни једног. Дакле, оно што сам я рекао за себе, мене је близка позиција Наваљног, али то абсолютно не је позиција русског демократског друштва. То је мој лична позиција. Конечно. Во-первых, по поводу расколов и конфликтов в обществе. Пётр прав, что это нормально, но я хочу поделиться с вами мнением, которое слышала, что, к сожалению, среди россиян слабо распространена культура именно дискуссии, спора без личного хейта друг к другу. То есть, если в российском обществе политики спорят... Что? О, сори. Да, перевод. Ради се о томе да, оно, око питање о сукобима и споровима, међу русима, на жалост, је веома слаба культура диалога који не воде ко расколу. Значи, тоа се не применюва само на русе, до душа. Мислим, да ќе и срби потврдити, да тоа и овде культура диалога без сукоба и у срби би могла да буде развиње. Есть друг в Израиле, который говорит, что израэльские политики могут просто обливать друг друга говном по политическим вопросам, но сохранять нормальное отношение и взаимодействовать по другим вопросам. Я думаю, что эту культуру нам стоит вырабатывать. И по поводу украинцов. Я не могу говорить за всех, но история Петра могла прозвучать так, как будто все, украинцы больше с нами там не общаются, никак не взаимодействуют. Это не так. И што се тиче украинаце, Диана ме исправля, значи, да не звучи тако, да смо се раскинули с украинцами и више никако не сарађуемо. То не е истина? Мы и помощј организуем, и есть группы волонтёров, которые помогают, да где и представители нашего движения и украинцы, ну и остальные, кто вписался. Так что не стоит опасаться этого. Мы организуем помощь за Украину и украинцы, а има и одреджених малых проекта и группа, где су участници наших друштва и украинцы, где они делаю заедно. Можешь привести примеры? Я просто скажу в общих словах. По своему личному опыту просто скажу, что украинцы и украинки, с которыми я общалась по волонтёрским вопросам, были открыты, дружелюбны, общались со мной так же, как и со всеми своими товарищами украинцами, приглашали на равных в гости и, в общем, мы спокойно общались. Но, конечно, если ты ясно обозначишь свою позицию, чей Крым? Так, по джанинам искусству, украинцы и украинки с которыми я среживала у окверу волонтиранья, су абсолютно отворени русима и прихватываю антиратные русы, чья позиция је ясна, прихватываю их как своя и нема никакого сукоба. Я к этому просто добавлю, что тоже к вопросу о тех внутренних сорах и спорах, действительно, те люди, которые что-то делают, которые занимаются какими-то конкретными вещами, они не ругаются из-за ерунды. Вне зависимости от национальности, вне зависимости от их страны, люди просто работают, они работают вместе, они друг другу помогают. А больше всего поливают, как я возьму твоё выражение, поливают говном людей те, кто ничего не делает, а кто только в фейсбуках сидит и по клавиатуре стучит. Да, я хочу само ещё додати то, да они люди кои заиста нешто раде, против рата, кои организую неке акције, кои помађу, они не имеют проблема да срађу и са ким је потребно, а они кои, да с искористим твоим изразом, поливаю говном, су они кои седе код куће и хейтю по фейсбуку и заправо не ради ништо. Так, какие ещё вопросы я не покрыл? Юридическая сторона, да, что касается юридической стороны, это называется, мы зарегистрировались как юридическое лицо в организации, то есть в регистраторе юридических лиц, в АПРе, юридическое форма у нас удружење грађана, то же самое как у Голуб Миру. Стаса Павловску, стас здесь я не вижу у нас, он вроде был. Што се тиће правне стране, ми смо регистровани како правно лице, како удружење грађана, како и Голуб Мира. Мисля, сам да је Стаса овде, али видим да није ту. Да, и вот у нас есть такая юридическая форма, официального списка участников, членов у нас нет, у нас есть три основателя, один из них я, второй из них Владимир Валахонски, депутат из, муниципальный депутат из Санкт-Петербурга. То је, декле, правна форма по које смо регистровани, ми немамо званићни списак чланова, имамо три осниваћа, један сам ја, други је Влад Валахонски, он је граѓский вечник ју Санкт-Петербургу. Бивші предпоставы. Ёшуэк, да. Да, третий, третьего зовут Андрей Смирнов, он работал как раз в Москве в команде КАЦА. Вот, это просто люди, которые вызвались, потому что, чтобы зарегистрировать юридическое лицо, нужно три основателя. Вот, это люди, которые согласились быть основателями, но там нет командира, и вот Аня, Диана, Кристина, мы все абсолютно равноправны, и, ну, можно нас назвать активистами, скажем так, но любой, кто нам помогает, кто приходит на наши митинги, вот, но это наши сторонники, членские взносы мы не берем, каждый волен помогать или нет по своему. Я извини, дуго сам. Трећи оснивач је Андрей Смирнов, он је радио в Москве у КАЦАВОМ ТИМУ, али ми смо формално оснивачи, ми немамо никакве посебне таму функције, ту су Диана, Кристина, ми смо сви активисти, ми не узимамо никакве членарине, свако ко жели да помогне, може да помогне, али не постоји членарина, и за сада не постоји херархија. Доброе спасибо. Вот, не знаю, может быть, вот про Кристина, ты не слышишь? А, может быть, ты что ты хочешь сказать? Да, я могу тоже сказать. Скажите, мне лучше говорить на русском или на английском? Может, там мне переводить не нужно, если на английском? На русском лучше. Да, только короткими фразами, чтобы переводили. Да, я вас тут не вижу. Можете, пожалуйста, сказать, сколько примерно человек здесь, чтобы я примерно понимала? Ну да, человек 25. И из Сербии, правильно? Из Нового Сада? Большинство россияне здесь. А, большинство из россияне. Все, поняла. Но есть и сербы. Все, хорошо. Нет, я сейчас начну. Доброе данное, я сам Кристина, я мало говорим сирбски, а ли понимаю много, и поэтому буду говорить по-русски. Да, Кристина, что говорите на русском, я что приводите? Да, собственно, меня зовут Кристина, и я сначала хочу спросить у зала, как долго люди тут тянут в активизм? Пожалуйста, поднимите руки, и потом мне просто скажут, сколько вас тут. Кто занимается активизмом меньше года? Кто занимается активизмом вообще? Поднимите руки. Давайте так. Трое. Трое-четверо. Ну, Райко тоже считается, он переводит нас. Здесь мало активистов, скажем так. И это хорошо. Колико су люди дуго активисты ОВД. Колико дуго се бави активист... Не. Ко се ОВД бави активизмом? Ну и, понятное дело, организаторы. Да, организаторы. Целна куча. И на самом деле это хорошо, потому что я занимаюсь активизмом всего меньше года. И то яко добро, ер и Кристина се бави активизмом манее от година дана. Да, и теперь ей не будет казаться, что тут все гораздо опытнее меня. Да, и барем не часа, да мислите, да су сви ОВД искусни одния сами. На самом деле те, кто сюда пришли, я хочу сказать большое спасибо. Захвалюемо се свими кои овде дошло. И я хотела бы даже сказать, что если кому-то стала интересна политика и активизм только сейчас, то присоединиться вообще можно в любой момент. И да добавить, да ако се некого заинтересова за политику и активизм только сейчас, да може да се придружи билокад. Вы можете увидеть, что мы совершенно разные люди. Все, кто сюда пришли и кто в нашем сообществе. И до войны я вообще была лично аполитичной. А теперь я участвую в трех антивоенных проектах и стараюсь с них очень сильно вкладываться. Да, и опять же, люди в антивоенном движении абсолютно разные. И люди в антивоенном покрыту су потпуно различны. Кто-то очень давно в политике, кто-то начинает буквально сегодня. Некие се одавно бави политиком, некие су так почели баш мало приятно. А кто-то серьезно занимаются юридическими вещами, а кто-то играет в свободное время в видеоигры и смотрит аниме, как я. Да, некие су особенные правницы, а другие играют в свободное время в видеоигры и смотрят аниме, как Кристина. И на самом деле активизм это не значит, что ты должен работать 24 на 7. Активизм не значит, что можешь работать 24 на 7. Значит… Нет, не значит… Значит… Нет… Даже если вы, например, особенно для тех, кто сейчас в России… Написать антивоенный пост – это уже активизм. Это уже вообще риск и уже активизм. Даже один пост. Но… Активизм не обязательно должен быть связан с риском. Активизм не обязательно должен быть связан с риском. Если вы можете заниматься активизмом и быть в комфорте, в безопасности – это прекрасно. Ако вы можете заниматься активизмом, ако можете дорадить нечто и будете в зоне опасности – это супер. И поэтому если вы можете тоже написать просто один пост или поговорить с друзьями или… не знаю… Кому-то помочь – это уже много и это уже важно. Написать один разный разный пост. Поразговаривать с неким, некому помочь – это уже важно. Это самое основное, что я хотела сказать. А если есть какие-то вопросы, то я бы рада была ответить. Это было самое важное, что я хотела сказать. Ако има не каких-то вопросов, то я бы рада ответить. К нам присоединилась Евгения, которая как раз живет в Новом Саде. И вот про нее мы говорили, та она ездила на Конгресс антивоенных инициатив в Берлине. И тоже ответить на ваши вопросы. И таково же я спремно да отговори на ваши вопросы. Извольте. Субтитры правилами. Да, хотел бы дать вопрос по поводу секса неизвестная. Потому, что это не мая, что это не мая, что это, мне, что это не очень. У тех пор мало актуаля, как это может быть в Берлине. И, в 27 минуту вам Candace,, неkeit, что у Керсп, Продолжение следует... 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 И правовая форма организации участия в национальности и политике планируете ли вы заниматься таким видом участия в политике или нет? Потому что это как раз цель, кто сам не преследует, помощь в институте. Да, потому что сейчас, когда вы этим занимаются, это плохо. Докле, мланиц, кое-каке, каже, окей, нормально е да се явно не обувите српском политике, но есть такая форма политического изражения у Срби, а то со организацией национальных манњина. И на некий начин Руси су овде већ постали национальны манњина. Да ли ви размишљате да се искористите том формом? Јер се неки већ користе том формом и, на жалост, знамо како. Ту говори о активностима у и око Руског дома и зашто то препустите ньима, је питање. Ну, я думаю так, сейчас у нас главный приоритет провести шествие 24-го числа и открыть счет в банке. Значи, садае наш приоритет е да организуемо шетню 24-го децембра и да утворимо рачуну банцы. Когда у нас будет град not here, будет хотя бы какая-то стеёча манда, то чтобы мы могли председавать на место и ставить руки нашим неёmpра, тогда не можно об этом говорить. Это будет лет через 5-7 раз, потому что пока нас единица и мы можем только голосовать на меньшее зло. На сотня тысячка была. Куда нас, руса, граждана Србии, буде у довольной мерой да ми можем да претендуемо, с оваким размишлением, на место у Национальном совету, тогда будет о том вредно говорить. За нас, на сада, демократски ориентисаних граждана Србии, руса, кои можем да претендуемо на место у Национальном, не ни е, яко мала. Это про прошлый вопрос еще. Я общалась с женщиной из русского дома, которая уже сейчас на пенсии ушла. И она придерживается антивоенных взглядов. Она мне сказала, что видят, что мы, антивоенные русские, рано или поздно вступим с русским домом в определенную конкуренцию или конфликт. И, скорее всего, это неизбежно. Но Петр прав, сейчас, наверное, рано пока об этом думать. Простой, что бы перевел. Да, я, да. Я сам разговарала с женой која је радила у русском дому. За они који не знают, русский дом је институција која се налази у Београду, која се бави руском культуром, политиком и државна институција, да, а и која је досто, како бих рекао, мислим, већинација се лљуди... Да, путиновски ориентисана, да. Да, то је агенција, просто, Путиновски ориентисана, да. И, дакле, ја сам разговарала с женой која је тамо радила, која је сада у пензији, и она ми је рекла, ви ћете, ви, демократски ориентисани на руска диаспора овде, пре или касније доћи у неку конкуренцију, у неки сукоп са русским домом, али, мислим, као што је Пјотер рекао, за сада је још то рано, ми нисмо довојно консолидовани и бројни. Ви сте ту нешто рекли, ви што то сказали, нје је пунјали? Ни је бас, то је пребише бити. А, окей. Ја сам рекао да ми ћемо је фактујити за саје годи. А, окей. А, ја сам рекао да не смемо тако да причамо, да екстримизам, не поддржавамо. Не поддржавамо. И да је је срошити зграду. Е, па да, па овај, Вагнер нам пише, у којда ће у политичком смислу, да ће у обраћун са нама, ај је у политичком смислу. А, и је је проста на тој што на изборима. Да, је устаје рујка анатолманина. Давайте поползо. Да. Ну, вот, у меня даже не, может, не ускорно, как бы, в коментаре, вот, не зороо, как у сала, как у салилен, просто, вот, мы были на тој-то встрече, там, собирали деньги на помощь украинску беженцу, ну, вот, с другом подумали, ну, не то, что мы ем, потому, что, да, в детстве беженца, но, ну, здесь я впереди да б Was бsters, деку,却 в 자у – в сказале, а,ene, подош в аниским беженца, доцата Tokово, у معајше, слиступы – што проблема – это закон成ије, убежать – да, а, сме да, у вас беженца, в それ Bonjourłенцам. И, подстоје, не о19лијење. clавоуа му, новинство да βworkersење, да бежемље декуста же на физ ... а3-итька, вежеба, да, состојdar когу, деку, што мы constitutional добре, о прикуплении помощи украинским избеглицам, и помислялся как никто не скупля помощь за русские избеглицы. И вы сейчас говорили о колливингу, и я думаю, что это может быть так же добра инициатива, чтобы организовать помощь за избеглицы из Руси. Ако может, више детали о той идее за проект колливинга, просто да би нам то было ясно, ведь это важно. Варианты, где можно сделать, чтобы было удобно выбирать сюда из града, чтобы было удобно приезжать за люди, которые были там, ну, оказывается, помощь, и сейчас мы сможем скольких, ну, вещества на святу, чтобы надо быть денег, чтобы это было, чтобы было бы ваше средство. То ће вероятно бити нешто више као шелтер, него као колливинг, бар за почетак, и сада ми тражимо место кое до кое је лако доћи, а кое може добро да се организује, да прими лјуде, коима ће таму бити удобно, бар на одређено време. И рачунамо трошкове, да видимо колику нам новца треба за све то. Да, шо да планируемо, мое, оказывается, планируемо тогашки видео с когао и индивидује, са смертно, намство возможностей на то, и обођу, планируемо тогашки, да смејемо, мое, мое, да планируем, оказывается, планируем, и индивидуиски, да планируемо да, осим помоћи у установанју, и искренни, ако је потребно за лјуде, који су дошли без икаквих финансијских средстава, да им пружимо и психолошку, и правну помоћ. Може быть, я скажу тоже по поводу российских беженців и украинских беженців. Естественно, украинские беженцы являются жертвами российской агрессии, поэтому они могут рассчитывать на помощь, ну, на помощь света, на помощь всех людей, в том числе на нашу помощь, на помощь свого мира. Я сам само хтео да додам што се тиће украинских и русских избеглица. Украинские избеглица су жртве русской агрессии. Узрок нихог избеглищства је руска агрессия, и из тога они могу да очекују помощ целог света и нашу помощь. С другой стороны, российские беженцы, ну, мне не нравится та позиция, что они представители страны агрессора, и поэтому несут ответственности, должны страдать, и как бы помогать им не надо. С другой стороны, меніся не допад, да та й став, да люди, ако беже із земля агрессора, не маю право на помощь. Да, но, тем не менее, просто в данной объективной ситуации российским беженцам должны помогать в первую очередь сами россияни. Мы должны рассчитывать друг на друга. Ипак у оваквој ситуацији мислим, да русским избеглицам прежде свега треба да помажут други Руси. Ми треба да им помажем. Это является как, в общем, следствием того факта, что да, мы все-таки мы все-таки действительно представители страны, которая всю эту кашу заварила, с одной стороны, то је просто последица тога, что ми сви јесмо граѓани те страны, која започела рата. А с другой стороны, это також достаточно справедливо, потому что у нас, как у россиян, есть возможность помогать своим. Среди нас есть и здесь, и в других странах в Европе есть старая диаспора, которая уже обосновалась, у которой есть информация, есть источники доходов. А, с другой стороны, то је и праведно, јер постоји више генерација русске диаспора, која има инфраструктуру и средства да помогне тим избеглицам. Да, но вот мы пытаемся этому противодействовать. Нам всем надо развивать чувство солидарности. И нам, на самом деле, надо брать пример с украинцов. Да, и зато ми смо и основали ово, покушавамо томе да се сопротстављамо, да развивамо солидарност међу нама, и ту усимамо украинце као пример. Во-первых, я очень рада видеть здесь вас всех. Очень круто, что вы пришли. Спасибо. Самое важное, что я вынесла из Конгресса и чему была поражена, это сколько на самом деле. То есть российские движения вот такие… Российские движения такого рода, это какие-то кучки людей, которым надо было просто что-то делать, но на самом деле их много. То есть на конференции было 170 организаций, это вот по одному, там по два представителя от каждой организации и самое важное, что я оттуда вынесла, что нам надо держаться вместе. Да. Као прво, Евгения се захвалюо свима, что се дошли и оно притчао о своем искусству на Конгрессу в Берлину, коју је поразио, јар се ради о малим групама и люди, који су одлучили да нешто, да се активишу, да раде нешто антиратно, али их има много, таму је било 170 организација из разлићтег земја, који су послали по 1-2 представника, и ако се уједине и сарађују, ако се ујединимо и сарађујемо, онда схватимо да нас има много. И ест организацији, који је уже много што умејут, там в частности помогать россиянам умејет Ковчег, умејет организација в Черногории и пристанијще, и по итогам Конгресса мы будем создавать общу платформу для того, чтобы можно было обмениваться информација, и в том числе той информацији откуда брать денђи и как это все организовываться. И постоје организацији који имају већ јако много искусства око помагања и русским, и украинским избјеглицама, и план је да се организује обща платформа где ћемо разминивати искусства и помагати једни другима да науче како се све то ради. Добро. Ест ещо вопросы? Ну да, уже скоро 4 часа. В принципе, да. Мислим, да смоў... А има там питанија. И Лауриа има. Лаура, имаш питанија или хочеш да нас избачат јё давнти? Ага, да. Да, вопрос о том, как мы смотрим на проблему роста цен недвижимости в Сербии и вот того, что мы как россияне этим вызываем, а у многих неприязнь, что в результате наплыва россиян выросли цены, а с другой стороны есть люди, которым не оставлено выбора, которые вынуждены приезжать сюда. И как мы на это смотрим? Как мы на это смотрим, друзья? Лоши смотрим. Смотрим, где то лоши. Можно мне тут попробовать сказать на этот вопрос? Ага, да, да. Да, я выражаю, опять же, свое мнение, не мнение всего общества. У нас разные взгляды могут быть. Опять Кристина хочет изъявить свое мнение, а не мнение дружства, я можем да имамо различные мнения. То есть, действительно, людям, которые живут в разных странах, может не нравиться приезд большого количества людей из другой страны? Людям в разных землях, люди из разных землях могут, могут быть. И я не хочу, то есть, я считаю, что действительно у кого-то эти чувства есть и я не хочу их отрицать. Люди имеют на них право. И мне кажется, очень важно понимать, а у кого действительно ответственность за такую ситуацию. Часто люди, то есть, например, почему мне не нравится коллективная ответственность? Сейчас я объясню. Например, за что я не волю коллективную отговорность, поем коллективной отговорности. Когда мы говорим, что виноваты все россияне, мы как будто забываем, кто может принимать решение, кто действительно может влиять, а кто может попасть в тюрьму за сопротивление. То есть, тогда генерал какой-то, который сажает и пугает людей, скажет, а что я? Мы все виноваты, а я особо не виновата, только как все. Все ответственные. И тогда, в той ситуации, и некий путинов чиновник или воинник, который заиста починит злочин, может сказать, что я не крив, все мы исты, все кривые. Руси кривые, народы кривые, я делал этого народа. Поэтому мне кажется, важно понимать, что люди уезжают не чтобы навредить кому-то, а чтобы спасти свою жизнь и иметь возможность помочь другим. То есть, даже цены на квартиру, их повышение не из-за россиян, которые бегут, а все-таки это происходит из-за Путина, его чиновников. Те люди, которые приезжают, которых я видела, они максимально стараются отблагодарить Сербию за прием. Люди, которые приезжают к вам, которые Кристина познает и я соединяю, это люди, которые максимально благодарны Сербии и желают, чтобы отблагодарить Сербию за приемство. То есть открывают бизнес и новые рабочие места. Люди отворяют новые предприятия, створяют рабочие места. Учат язык чтобы общаться с уважением с Сербиями? Учат язык чтобы общаться с уважением с Сербиями? Учат в уборках и в каких-то волонтерских проектах здесь? Волонтирую Овде, например, к неким экологским проектам. Мне кажется, это тоже важный момент, но если вдруг, особенно у сербской присутствующей здесь страны, есть еще мысли, что мы можем сделать, чтобы помочь, чтобы нас принимали лучше, мне кажется, мы будем рады это услышать. И мы сделаем все, чтобы этому помочь. Да, это очень важно. А также молимся, здесь присутные Сербии, если мы имеем идеи, что мы можем еще сделать, чтобы сделать, чтобы мы более подобрать, чтобы мы будем более приобрать. Могу на права гражданина седать совет? А вы срабский держав, Ленин Пита. Да, совет. Больше улыбайтесь. Да я все время, у меня прям уже морщина, улыбка до ушей всю дорогу. Не требует следовательно смотреть, что нечто вам упали, не то как в Москве. Да, закончайте жаловаться, что нет у вас того, Сивойчево, нет Москвы. Нема онлайн-бандинга, добро. Нема... Я не знаю, что в Ура. Не знаю, что в Ура. Я это уже записала, если есть еще предложение, вы говорите, я все запишу. Слыш 7. Во-первых, у меня есть выставки. Могу не читать, что было, без интернета. Я немножко дополню ответ Кристины. Я тоже присоединяюсь к благодарностям Сербии за то, что они нас приняли. И мне хочется надеяться, что мы все-таки поспособствуем какому-то экономическому процветанию страны, потому что я работаю в IT-компании, я знаю, какие налоги мы будем платить. То есть сейчас стрессовый переломный момент, но мне кажется, что Сербии от нашего приезда должно стать лучше. Значит, Евгения так же придружу и изразима захвалности Сербии на гостоприимство. И надо седать, что мы как русская диаспора в Сербии, доприняти экономическом развитии в Сербии, пособенно взимаясь у обзора колико су велике порезы кое сад треба да платят, први пут на краю година. Но в то же время не надо забывать о тех, кто не все русские богатые айтишники. Вот, может быть, не все Руси, а не богатые айтишники. Может, кто-то хочет прочитать что-то сказать. Нису сви руси, треба заборавляти, има овде, да, и баш зато руси имају могућность да помогу, да помогу себи и својим людима, јер ту има људи који имају посао и имају добре прихуде, али нису сви такви. Али нису сви такви. А... 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 Да, сказано, что вот эта привычка все время жаловаться и ругаться на страну, куда вы приехали, здесь это очень плохо воспринимается. То есть это действительно вызывает неприязнь, не отрыб здесь, это не соответствует местной культуре и лучше так не делать. И сербы не видят наш, то есть они не видят, для них не видно, кто тут из Москвы, кто тут из других городов, а кто украинец. Эти все наши внутренние деления и чем разные россияне друг от друга отличаются. Ну им трудно это понимать, поэтому каждый, чтобы человек не делал, отражается на всех россиянах. Управо то и есть наш задаток. То есть в этом наша задача и состоит, что мы хотим показать, кто мы такие, какие мы. Потому что я согласен, что к разным людям надо относиться по-разному. Но чтобы это было возможно сделать, нужно, чтобы эти различия были видны. А для этого надо поговорить, вступать в контакт, показывать себя, сотрудничать. А для того, чтобы это было возможно сделать, нужно показать эти различия, чтобы сделать видны, чтобы мы могли с каждым, как они отвечают, как они отвечают, и сотрудничать. Я в этом вижу одну из задач нашего общества, поставить нас на карту, чтобы люди понимали, какие есть россияне, какие есть разные россияне, как кому надо относиться. И в том, я видя один из наших основных задач, чтобы показать, как их все има Русы, в диаспори, в Србии, и что мы все хотим. Учите язык? Те же язык, никак не могу да научим, не стижем. Я сам трудно, но долгий язык сложимся. Да, короче, ребята, учите язык, забудьте про английский, учите сербский, не бойтесь, не стесняйтесь говорить. Да, тоя поэнта Руси, иначе има тай посеба нодна спряма языку, да се стиде да говори язык, уколико знаю да праве грешки. Да, действительно, у россиян есть такое, у русских особенно, есть такое отношение к языку, люди боятся говорить на иностранных языках, если знают, что будут ошибаться. Но надо этот страх превосходить и просто говорить. Вот вопрос. Ага. 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 Ого. Да, что же касается благодарности, Сербии и сербам нужна не благодарность, а уважение, то есть респект. И многие наши соотечественники обозначились тем, что просто крайне неуважительно относились к людям здесь и к местным обычаям. И вот это вызывает больше всего раздражение. И с этим нам надо предлагать разобраться внутри себя. Я совершенно согласен. Кто? Есть комментарии? А что, когда некой воли кто? Типа, кто? Ну, подожди. Вопрос есть? Да, но это, по-моему, говорит Тое. Да. Угу. Третий вопрос, по сути, это заточение вот этих вопросов, поэтому неуважение той войны, которая может быть, возможно, связана с сотрудниками конкретной организации, которая находится в Амадесаеве, потому что это неуважение, и мы, русские, которые занимаются, с их стороны, это не заходится сразу инфекционирует у себя вот эти сотрудники, эти организации. А какая организация? Это про Газпром. Ребята, надо переводить, наверное, или по-сербски выступать. Ну как, для нас вопрос-то задавали. Ребята, это нормальные люди, и поэтому им проще, ну, работник вот этого, новый, работник вот этого, им проще окуклиться внутри себя, и вообще не сталкиваться со всеми остальными, другим, которые здесь живут. Это вот эти вот в следующие годы так было, сейчас приехала еще новая волна, с ними тоже надо как-то взаимодействовать, это уже будет вот, значит, как раз должны с этими и этими взаимодействовать. И количество работников вниз, оно стало пропорционально настолько маленьким, что это можно игнорировать. Но раньше оно было достаточно маленьким. И из-за этого и у нас внутренние были проблемы. И в отношении всех собственных знаний, ну, они тоже считали, там, 7 лет назад, что все русские приехали, если это стоит работать. Ну, это тоже не было так. Да, это было бы что-то, когда мы говорим на окурках-то, это было бы, когда мы разговариваем,, что мы говорим по себе. неформално, но ради себя опять. Треба се... Разумлево је да люди generalизуют. То је просто льудска природа. И разумлево је да акције једног човека се одржавају на читовој групи из који он долази. Али зато постоје культура. Значи има пуно льудских особина коју культура обуздаје. И треба да будемо культурни. А культурно је се разлићто односити према разлићтим лћудима. И на пример она ситуација о том понашње од стране Руса, то ту се ради о једној, вероватно се ради о једној веома конкретној организација, то је НИС и људима који раде у њој и то јесте била ранје poseбно у Новом Саду о пропорцијално велики део Руса који су живели ту, па су људи генерализовали да сви Руси, валљда, раде у Газпрому и сви су овакви. Али прво, то никад нису били сви Руси у Новом Саду, јер баш у Нови Сад је после 2014 година дошло много Руса и сасвим других разлога управо после почетка овог рата, а као друго сада је дошло сасвим друга диаспора, у којој ти представници НИСа су мала мањина и постоју скоро невидлјуи. Тако да, оно, то има и с тим везе. Па, добро, я мислим... Да, Леш. Да, мислиње, Алексеј, око стамбеног питања, уколико он разуме, цене су порасле у главном у Београду и Новом Саду, а многом мање у другим градујима? Или у Београду, Новом Саду и окој Линиј? Али, меѓутијм, ново градње је у Новом Саду почитала више година пре рата и стамбено питание я уже был живо пре ове ситуации. Да, по Алексеевому мишленню долазак Руса мојда је прави разлог овог великог раста цена већ само тригер јер тржащене кретнино је било цене су биле занижене и просто биле су ниже него што би требало с обзиром на раст економије колићину новог радња тржащне условије и та велика и миграцију из унутрашњості Србије у Београда и Нови Сад значи ту има и других разлога али вероватно се то поклопило а је у исто време послужало као тригер. Али мислим да спрятате велике дел оцелите на је кои пренете те остананы кои што се изкорите кои за даде кои спрятате моја пидање више двох нам отход дали ето нешто на че може спрятате али али мислим али 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 то есть речје о том што виноватый те кто и сами хозяева жилья которые завышают цены вот и константин сказал что так так и будет пока цены не начнут регулироваться как в Германии но я не уверен что я с ним согласен и уверен что Алексей с ним не согласен но я думаю может быть эту дискуссию продолжить мы уже действительно два часа разговариваем мислим да 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 вздема неко питча и тамо да 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 нистеваемо формално дискуссию да а просто зато што 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 же два сада ту и боимся да злоупотреблявамо господс господи гопримство као да не кажите kasни ово руси дошли наш танели су све овде и сад не можем да их се решим Спасибо вам за то, что вы пришли и что вы говорили со нами. Не знаю, но и русский. Спасибо вам за то, что вы были. И хотелось бы сказать, что Крна Кућа как простор Исто нешо што је увек доступно. Ако вам треба било како просто организуете активности или састанки или просто дођете да пиете, да се дружите. Увек можете овде просто имате контакт сада и с вами вам хвала. Била с вами супер дискусија и надам се да ћемо вас видјати још. Хвала вам. Спасибо. Вам спасибо. Мне очень понравилось. Спасибо за приглашение, спасибо за гостеприимство. Это важный момент, потому что, да, Лаура предложила нам пользоваться их помещением для встреч и там любых совещаний и так далее. В Белграде мы проводим регулярные встречи, неформальные, где мы общаемся, знакомимся, находим новых активистов, которые участвуют в наших проектах. И было бы здорово так же вам организоваться в новом саде, не обязательно под вывеской РДО, можно сделать здесь как филиал РДО, а можно как-то по-другому. Но, в общем, да, объединяйте, знакомьтесь и действуйте. Хвала вам, Лаура нам предложила да користим ово место и у будуће, ако нам буде било потребно. Ми смо веомо захвали на томе. У Белграду се ми редовно састајемо, разговарамо о будущим плановима, регрутуемо активисты. Било би супер ако бисто се и ви овде организовали, ако би диаспора почела да се налази. Дали под обрелом РДО, дали као нека друга инициатива, али сигурно би то било добро. Хвала још једно. Можете бути один вопрос, молодой человек, хоће што да спрашите, а мы все време обходим вниманием. Да. Доја. Продолжение следует... На улазу сте видели да су делјени флайери за протестни марш, антирадни марш 24. децембра. Какво постоје ограничение што се тиће јавног политичког деловања и дистрибуције пропагандног политичког и протестног материјала? Мођда је то у ствари питање... Мођда би Лаура могла да одговари као српски активиста? На српском. Па у суштини не постоје никакве restрикције, све јавни скупоји су наћално дозволјени уколијко се најаве полицији, доволјно унапредје, мислим да је то два дана унапред. Петранник дана. Петранник дана, окей. Али постоје та опција да, као спонтани скуп, када се нешто деси, може се направити ненајављен скуп. Никаких ограниченији свобода собранје здесь нет, можна проводити митинги, демонстрацији и шествия. И здесь уведомительный порядок. Нужно уведомить полицию за 5 рабочих дней. В отношении наше шествия я это сделал сегодня утром. Сегодня утром я послал уведомление в полицию и полиция выйдет нас охранять. Также здесь можно устраивать спонтанные, то есть, если, например, собрание по какому-то спонтанному поводу, то оно тоже охраняется полицији, его не надо обовещать заранее. Да додам да, ако из куп манио 20 люди, он да не потребно. Кроме того, эти все правила применяются на собрание более 20 человек. Если собираются 20 человек или меньше, то это вообще можно делать где угодно и абсолютно свободно, не нужно никакое разрешение. В Белграде, у Белграду морам речи, значит, ми организуем ускупове вечь, он готово 2 годины. То есть в Белграде мы уже этим занимаемся, еще были же довоенные эти собрания, правда, очень маленькие еще были коронавирусные ограничения. Но мы очень много провели акции в Белграде и что касается белградской полиции, я должен сказать, что они действуют абсолютно профессионально. Они обеспечивают порядок и никоим образом не вмешиваются, уважают наши права на свободу собраний. Всегда готовы, если у них есть какие-то возражения, предпредложения или как-то о чем-то, какой-то момент они хотят с нами согласовать, они договариваются с нами. В общем, у нас с ними уже существует очень хорошее сотрудничество. Я не знаю, как ситуация в Новом Саде. Не знаю ли ты разумела. Маје више говорим о Белградской полиции, која делује изузетно профессионално, што се тиће скупова. Барем наших скупова, барем по моему искусству. Сад не знам како је у Новом Саду или мојда около скупова с неком другом агендом. У Новом Саду исто ситуација. Одно шо треба имати на уму, све то што сам рекла, је тачно и то је тако. И по Уставу, и по законима, и у пракси врло често тако. Међутим, ако власт, односно режим, нешто свати как угрожавајуће по њега, онда је могућа репресија или кроз насилје маскираних криминалаца, полицијско насилје, медијску хајку. Да, то са ствари које се може десити уколико СНС, односно Вучић, односно власт, помисли да је нешто претња по њих. Сад, то с воно зависи, то обићно је, уколико нешто беш директно везано за нешто што они ради, уколико је нешто економски угрожаваја. Да, не више нешто што угрожаваја њихове економске проекте. Да, то есть, но существуют моменты, когда тетушки здесь бывают и полицейский беспредел здесь тоже случался. Как правило, это происходит в случае, когда именно власть ощущает прямую угрозу, особенно своим денежным интересам. Но в то же време, у исто време, треба речи што чиме се, по чему се Србија разликуе од Русији, власт овде се боји улите. И бар власт овде, ипак, да, они могу да врше притисак, али ако излази заиста много људи, они ће радије попустити и ићиће на преговоре, нега да врши репресију. Яр знаю, да ако, например, сада потуку, не знам, протест малый, сутра ќе изачи много вечи протест солидарності, они ќе имати проблем. То ў Русији не е случай. А то ўе характеристично за малые земли опять. То есть, да, здесь в то же време власть действительно слушает улицу, боится улицы, сербы любят митинговать, и это здесь эффективно. Вот, например, я состою в организации фрилансеров. Я самоудружение фрилансера, я треянутно фрилансер, их хотели обложить налогом, они собрали около тысяч человек, и вот уже два года власть ведёт с ними переговоры о новом законе о фрилансерах. Добро. В общем, да, но я думаю, на этом надо закрывать лавочку и куда-то, наверное, перейти, посидеть, отдохнуть. Да, оно, на том и затворимо. Спасибо всем. Спасибо. 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 Продолжение следует...